Согласно постановлению президента Республики Узбекистан о мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в целях развития инклюзивного образования в Узбекистане, совершенствовании системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, улучшения качества оказываемых им образовательных услуг, а также в соответствии с указом президента Республики Узбекистан о подтверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, Утверждена концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 годах, направленная в том числе на формирование среди населения положительной социальной среды путем разъяснения прав детей с особыми образовательными потребностями на получение знаний, а также сути и содержания инклюзивного обучения, а также осуществления мер, направленных на предупреждение к дискриминации и пренебрежительного отношения к детям с особыми образовательными потребностями. В Алмалыке дети с особыми образовательными потребностями имеют возможность приобрести знания, умения и навыки в школе номер 6, педагогический коллектив которой под руководством одного из самых опытных наставников системы городского и областного народного образования Киреевой Светланы Васильевны стараются сделать все возможное, чтобы их подопечные смогли получить необходимый багаж знаний. 170 детей, учащиеся с 1 по 9 класс, в стенах школы получают азы наук в соответствии с государственными требованиями, утвержденными Министерством народного образования. Как известно, учебно-воспитательный процесс не разрывен, поэтому в ходе уроков ребята впитывают такие общечеловеческие ценности, как честь и достоинство, справедливость, милосердие и добро. Няяя, расскажи сказку. Я какой-то неуимчивый Александр Сергеевич. Ну, нянечка. Ну, слушай, как на том. Кроме того, уроки и внеклассные мероприятия в школе помогают ребятам раскрыть свои способности и таланты. Вот так, например, как во время литературного батла, посвященного закрытию месяца русского языка и литературы. Я здесь один-один по праву. Я конкуренцию не видел никогда. Литература русская. Я свистаю. Учащиеся с 4 по 9 класс вспомнили произведения русской классической литературы, в которых описывается красота природы осенью. Как вдохновенно ребята цитировали отрывки из произведений Пушкина, Гермонтова, Тютчева, Есенина, Толстого. А не скромность иронична. Такая живет в природе красота. Что как-то нелепо падать, а лично. Отметим, что так замечательно подготовиться к выступлению ребятам помогли высококвалифицированные педагоги. Татьяна Валерьевна Катерова, Лемара Сейтасановна Армазанова и Нияра Наримановна Ситарова. Подобные творческие занятия способствуют не только лучшему усвоению пройденного материала, но и привитию любви к чтению, к литературе. Конечно же, огромная роль в учебно-воспитательном процессе детей с особыми образовательными потребностями играют и занятия физической культуры и спорта. При этом не только уроки физкультуры, но и различные спортивные секции. А еще девочки и мальчики школы номер 6, как и все дети, любят принимать участие в различных соревнованиях. 29 ноября в школе номер 6 побывали представители физкультурно-спортивного отдела Совета профсоюза работников АГМК, которые организовали для ребят большую программу увлекательных состязаний. Нужно отметить, что ученики школы показали себя настоящими спортсменами, проявив силу, ловкость, норовку в соревнованиях по настольному теннису и в веселых эстафетах, которые подготовили тренеров СО Камиль Каримович Хайдаров, Евгений Витальевич Азалиня, Олег Николаевич Су и другие. Всем участникам состязаний были вручены подарки от Совета профсоюза работников Алмалыкского горно-металлургического комбината. Да, каждый ребенок в мире достоин внимания и заботы. И мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы дети с особыми образовательными потребностями по окончании учебных занятий были не просто социально адаптированы, а смогли стать полноценными членами общества. Работа эта требует времени, системы и, главное, любви к детям. Так, как это делают педагоги школы номер 6, совместно с шефами, коллективом Алмалыкского горно-металлургического комбината. О, я! О, я! О, я!